Сегодня мы действительно будем с вами разговаривать о возможностях принятия решений в трудный период. Ну и в общем нам с вами понятие трудный период достаточно хорошо знакомо. Мы достаточно часто говорим о том, каким образом можно совладать с эмоциональным напряжением в трудный период. Но, как правило, мы с вами говорим о ситуации онкологического заболевания, в контексте которого, собственно, мы сегодня с вами и встретились. Но в последнее время мы с вами имеем сочетание факторов. И для нас, может быть, у нас, может быть, есть с вами некоторые преимущества. Мы привыкли существовать в трудный период. Но теперь нас еще окружают люди, которые также оказались в достаточно трудном периоде, связанном с такой общей угрозой, как пандемия. Вот о том, как жить в ситуации, когда угрозы, да так или иначе, встают на нашем пути и сопутствуют нашей жизни, мы сегодня с вами и поговорим. Давайте несколько слов сначала посвятим теории вопроса принятия решения психологии. Это когнитивный, то есть мыслительный процесс. И это процесс пересмотра набора возможностей нескольких или множества возможностей, которые нам представляются явно, а может быть подспудно, не так явно, как иногда этого бы хотелось. И речь идет о выборе действия, если нам это свойственно, либо хотя бы на бессознательном уровне о выработке некоего отношения к тем альтернативным возможностям, которые касаются какой бы то ни было трудной ситуации. Когда мы говорим о выборе действия, либо хотя бы о формировании избирательного отношения к ситуации, необходимо помнить, что этот выбор всегда основан на ценностях и предпочтениях индивида, то есть того человека, который пытается осуществить принятие решения. Это важно помнить, потому что достаточно часто в работе наблюдается некоторая рассогласованность, попытки соответствовать каким-то социальным внешним установкам и непонимание, что же блокирует меня в процессе принятия решения. А блокирует именно то, что я могу игнорировать собственные ценности и предпочтения, и войдя в этот внутренний конфликт между тем, что мне диктует социум, как принято, мне кажется, решать эти вопросы, и собственными потребностями, которые зачастую могут быть от меня сокрыты в моем бессознательном, собственно, тогда и возникает трудность принятия решения. Именно потому, что ценности и предпочтения не всегда носят осознанный для меня, то есть для индивида, характер. Итак, принятие решения может быть более или менее осознанным, то есть рациональным, либо оно может быть основано на каком-то неявном знании, тогда мы говорим об интуитивном принятии решений, но зачастую он основан на бессознательной тревоге, то есть становится иррациональным процессом, и это именно то, что я описывала, включая предыдущий слайд, вопрос затруднения в принятии решения, когда у меня есть некие социальные установки, которые приходят в рассогласованность с моими базовыми внутренними потребностями. Но если вернуться к ясному процессу принятия решения, когда ничто не блокирует этот процесс внутри меня, то речь идет о том, что я рационально принимаю решения, то есть я анализирую набор альтернатив, которые я внятно осознаю и произвожу этот выбор в терминах внятных оценочных критериев, и тогда можно сказать, что нет или почти нет никаких темных пятен в предмете, которые я рассматриваю и по поводу решения, которые я пытаюсь принять решение, по поводу которого. То есть тут для меня все ясно, все понятно, я могу конструктивно мыслить и делать свой осознанный выбор, потому что, в принципе, весь процесс принятия решения, он лежит в этом континууме рациональное и рациональное. И если смотреть на методы принятия решений, то они тоже лежат вот в этом континууме. Например, я могу внятно расписать, взять бумажку, ручку и описать те плюсы и те минусы, которые я осознаю в рамках той ситуации, по поводу которой я пытаюсь принять решение. Либо я рассуждаю в другом контексте, я рассматриваю вероятности реализации тех решений, которые я могу принять в данной ситуации, и согласую это с некой полезностью от принятого решения. Допустим, проще всего мне унять свою тревогу, приняв, например, бокал вина, но, возможно, я предполагаю, что это в ближайшем периоде не будет для меня достаточно полезно. И тогда я принимаю решение альтернативное. Я, например, решаю свою тревогу по поводу какой-нибудь ситуации, утихомирить с помощью тоже вероятного эффекта и большей пользы. Например, принимаю там пустырник форты или что мне доктор прописал. Есть еще один метод принятия решений, он тоже относится к рациональным методам, то есть к осознанным. Я могу рассуждать в направлении заданного вопроса. И тогда я градирую решение от простого к сложному. Вот это мне будет сделать просто, но, наверное, эффект может быть-то не очень достижимый. Что-то мне дастся несколько сложнее, но эффект будет более выраженный. А что-то было бы очень-очень-очень полезно и здорово, но для меня невероятно сложно. И где-то в этом континууме я останавливаюсь и делаю свой выбор. То есть решение осуществляю. Бывает, что мне трудно, и мы рассмотрим с вами то, что может вызывать затруднение в принятии решений, что мне трудно самому справиться с принятием решений в рамках заданной ситуации. И тогда одним из методов принятия решений есть делегирование полномочий. Что мы с вами делаем, когда мы недостаточно компетентны или очень растеряны? Мы идём к врачу, то есть к более компетентному лицу. Или мы идём к лицу компетентному в рамках той ситуации, которая сложилась на данный момент. Если речь не идёт о болезни, к учителю мы идём, или к наставнику, или к эксперту в данном вопросе каком-то. Либо мы обращаемся к референтной группе. Референтная группа – это люди, которым я доверяю. Может быть, я обсуждаю с родственниками, может быть, со своими друзьями. В общем, с кем-то я делюсь, отдавая им некоторую ответственность в осуществлении принятия решений. Но дальше вы обратите внимание, в кавычках начинаются методы, описанные методы. И это говорит о том, что мы с вами переходим к более иррациональному способу принятия решений. Например, методом от противного. То есть к референтной группе я обратилась, но наслушавшись их, сопротивление полученной информации достаточно высоко у меня могло возникнуть, высокое. И я тогда, вопреки их советам, наконец-то формулирую своё решение. Это тоже один из методов. Я могу, если я человек, сопротивляющийся влиянию других, то именно такой способ помогает мне опереться на своё внутреннее чувство, сконцентрироваться и принять это решение. Ещё я могу положиться на волю судьбы. Так поступают фаталисты. Они отдают себя на волю Бога, обращаются к Вселенной, любым образом описывают нечто огромное, большое, более значимое, чем я, собственно, индивид. И тогда уже, собственно, и отдают ответственность чему-то уж совсем иррациональному. Либо принимают условное решение исследовать стандарту. О чём это говорит? Так вот, я знаю, что другому человеку это помогло, и мне кажется, что мне тоже поможет. Это, пожалуй, самый неэффективный способ, особенно если речь идёт о лечебном процессе. Какие есть этапы осознанного принятия решения? Если мы с вами способны собраться и поступать осознанно, то есть решать вопрос конструктивно, то, конечно, мы анализируем ситуацию, мы называем проблему и ставим цель себе относительно конкретной данной проблеме. Мы ищем необходимую информацию, и мы формируем множество возможных решений и оцениваем эти прогностические решения, выбираем лучшие решения и начинаем планировать действия, реализовывать действия и оцениваем наш результат. Есть такие учёные Джанни Симан, они описали алгоритм несколько короче от оценки проблемы. Они переходят к обзору вариантов сразу, оценку вариантов называют взвешиванием и сообщают окружающему о выбранном действии. Это хороший тоже метод, зафиксировать вербально принятое решение и всё-таки принимают решение, даже если они, например, знают какие-то определённые риски. Но мне ближе всё-таки вот этот длинный вариант и на примере ситуации болезней, как мы с вами обычно поступаем. Имеем манифестацию какого-то дискомфорта, ищем альтернативу, как мне ощущать себя комфортнее. И если в рамках заболевания, то дальше мы идём на некоторые риски переживаний, но уточняем диагноз, терпим это напряжение, потом выбираем цель. И хорошие варианты выбора – это активное лечение, которое мне предлагает врач. Ну и дальше вы видите на слайде, в общем-то, совершенно знакомая вам иллюстрация того, как протекает принятие конструктивного решения. Мы с вами доходим до момента, когда можем завершить некоторый этап лечения, например, госпитализироваться, и уже тогда оценивать этот результат. Мы достигли, приняли решение, достигли результата, и можем обсудить, а как мне это, да, оценить этот самый результат, как я себя чувствую, получив результат своего решения. Но чаще всего мы с вами всё-таки попадаем в ситуацию неопределённости, когда результаты принимаемых решений совершенно нам неизвестны. И в этом смысле не устаю повторять весь этот ковидный год, что у онкологических пациентов в этом смысле есть некоторое преимущество. Мы с вами привыкли жить в ситуации неопределённости, потому что ярким примером ситуации неопределённости является именно обретение злокачественного образования. А те люди, которые столкнулись с пандемией, не имея опыта переживания длительной ситуации неопределённости, то есть они были условно здоровыми, они, собственно, не имеют и опыта совладания с этой неопределённостью, и иногда показывают результаты какой-то очень высокой эмоциональной уязвимости. Давайте вспомним, да, что вот эта самая пандемия, в клеще которой мы сейчас все попали, и, собственно, почему мы говорим с вами целый год о принятии решений. Именно потому что именно сейчас нам приходится выбирать риск и риск, достижение результата и достижение результата, и именно альтернативой является достижение результата по основному заболеванию и риски, которые несёт в себе пандемия, то есть распространённое новое заболевание, которое распространено в мировых масштабах, создаёт угрозу любому человеку, даже условно здоровому, неизбежно вызывает эмоциональное напряжение. То есть в данной ситуации, даже не имея онкологического заболевания, тревога, страх и беспокойство абсолютно обоснованы, а уж тем более, когда нужно делать выбор между лечением и риском, например, заразиться в пути. У неопределённости бывают совсем разные виды, разные, да, они описаны в психологической науке, это и стахастическая неопределённость, когда есть множество результатов, и трудно выбрать какой-то из них один оптимальный, и поведенческая, когда очень много других участников влияет на прогнозируемый результат, трудно принять решение по этому признаку. Есть природная, кстати, заметьте, что все эти три неопределённости вполне относятся как к онкологическому заболеванию, так и к пандемии. И есть априорная неопределённость, когда вообще нет информации о возможных результатах. Это тоже вполне как критерий можно соотнести с ситуацией этого года. И, конечно, этот уровень неопределённости вызывает что? Блокаду решимости. И мы с вами ощущаем возникшую в нас нерешительность. И кроме того, что это ещё больше наращивает, в свою очередь, неопределённость, это может давать эффект паралича анализа, когда мы не можем уже не в состоянии принимать рациональные решения. И, конечно же, мы имеем информационную перегрузку на данном этапе, потому что живём мы с вами в мире, где очень много представлено разнообразной информации. Итак, что же делать в этой ситуации? Мы всегда, если вы обращаетесь к психологам, а может быть, вы будете справляться с этим самостоятельно, занимаемся сужением области неопределённости, то есть максимальному приближению к конкретизации каждой ситуации, и опираемся на характеристики личности. Мы всегда с вами говорим о том, что не бывает чужого опыта, не бывает чужих предпочтений, мы просто должны лучше знать самих себя. Потому что паралича анализа, отсутствие возможности принять окончательное решение, оно порождается ведь как на физическом уровне при системном поражении, а мы с вами знаем, что наше основное заболевание именно может это и провоцировать. Ну и, конечно, повышенная тревога в ситуации, сочетание угроз на эмоциональном уровне тоже даёт нам эффект паралича анализа. Про информационную перегрузку я вам уже сказала. Мы живём в расширенном информационном поле, и это неизбежно нас перегружает. И очень важно научиться отсекать избыточную информацию и понимать, что меня толкает на то, чтобы я запрашивала избыточную информацию. Есть такой, да, учёный современный Шварц, который, Барри Шварц, который, цитирую его, написал, да, выбор не сделал нас свободнее, но ограничил и не сделал счастливее, но постоянно вызывает неудовлетворённость. И это говорит о том, что объём информации, конечно, необходимо дозировать. Итак, наличие множества выборов тоже может привести к генерализации тревоги. Должна вам сказать, что зачастую наличие рисков человек переживает лучше, чем наличие неопределённости. Поэтому наша с вами задача, если мы встретились или ваша, если вы работаете с собой самостоятельно в случае принятия решения, это трансформация неопределённости в перечень рисков. Трансформация тревоги в перечень страхов. Стандартная работа с тревогой – это конкретизация её и сведение до уровня конкретных страхов, и тогда мы что-то можем с вами поделать. Помните, пожалуйста, что решение, которое будет выбрано, оно должно соответствовать вашей личной критериальной оценочной лесенке. У него непременно будет ожидаемая ценность, и поэтому чем лучше я знаю себя, как именно я выбираю, какие самые предпочтительные мои стратегии выбора, и что для меня наиболее значимо, позволяет мне в дальнейшем начать управлять своими ожиданиями, что именно я жду, насколько это конструктивно. И для того, чтобы к этому подойти, мы с вами имеем инструмент различные стили мышления. Если заблокирована рациональная составляющая, а мы с вами говорили, что неопределённость, и сочетанная неопределённость может заблокировать рационализацию, мы переходим на уровень интуитивного мышления. Это подсознательное мышление, которое включается автоматически в привычных ситуациях. Вождение автомобиля происходит автоматически, если вы водите более полугода. Но мы говорим о том, что и паралич интуиции тоже может возникнуть при сочетанной угрозе, когда снижается самооценка, когда человек может зафиксироваться на ситуации неуспешности, которую, может быть, он пережил, если она была значимой, можно на ней зафиксироваться. Человек может переживать страх не получить ожидания, особенно в случае, если имеет завышенные притязания. А если вы идёте к психологу, скорее всего, вы хорошо знакомитесь с тем набором, который представлен на слайде, как это у меня. И тогда мы с вами переходим к следующему шагу. Мы пытаемся задействовать иные виды мышления, которые у нас есть, визуальное, телесное, парадоксальное и критическое, и пытаемся воспользоваться ими как инструментами принятия интуитивного решения, как инструментами разблокирования интуиции. Вспомните, пожалуйста, что вы любите делать, когда вы размышляете. Может быть, вы крутите ручку, может быть, грызете карандаш, может быть, чирикаете что-то на бумажке. Хорошая история в момент решения проблемы задействовать визуальное мышление и начать рисовать, если вам это свойственно. Даже если вы никогда этого не делали, но попробуйте, размышляя, рисовать некий образ решения задачи. А еще можно прекрасно начать делать то, что мне привычно. Когда я учился, когда я что-то решал, я могу начать воспроизводить это движение тактильным образом, запускать телесное мышление. Структурное мышление не всем свойственно, но если вы человек, который все держит по полочкам, он сейчас растерян, что у вас это дало сбой, не очень получается, перейдите к решению привычных и простых цифровых упражнений. Я вот очень структурированный человек, и мне очень помогает механическое решение самых простейших судоку. А кто-то может раскрашивать по номерам, а кто-то собирает пазлы бисерровязания, но только это должно быть привычное и механически структурированное действие, которое помогает взять тревогу под контроль и освободить ресурс принятия решений. Очень редко людям свойственно стратегическое мышление. Если это вы, наш дорогой уважаемый слушатель, то, собственно, вся эта лекция была не очень про вас, потому что вы и так прекрасно справляетесь с планированием на длительный срок, но все-таки чаще нам свойственное и рациональное мышление. И тогда нам с вами будет полезно воспользоваться этим привычным для нас видом мышления, то есть решить для себя. Сейчас не пошло решение, отложу, отложу, утро вечера мудренее. Это здорово оккупирует тревогу ответственности. В конце концов, можно мысленно использовать, помните, вот эту рациональную отдачу Богу, Вселенной, ну, все, что соответствует вашей рациональной парадигме, вашему выбору. Отдать решение задачи, ну, и хорошо бы перед сном, да, внятно проговорить задачи попросить вообще-то себя, да, вообще-то свое внутреннее бессознательное, отпустить его на волю и попросить помочь принять то решение, которое дается с трудом. Снимая напряжение ответственности, снимая прокрастинацию, мы высвобождаем ресурс интуитивного мышления и улучшаем процесс рационализации на следующем этапе. Кстати, остроумие и критичность тоже хорошо действуют, если это вам свойственно. Мы вообще говорим о том, что личность, для личности полезно знать себя хорошо и действовать в рамках собственного внутреннего ресурса, того, что мне действительно доступно не копировать чужое поведение. Но остроумие и критичность всегда позволяют снижать избыточное умственное напряжение, хотя и может быть решением иррационального уровня. Напоминаю вас, у нас не очень много времени, я и так уже немножко заняла больше, но напоминаю вам, что летом на сайте нашего центра онкологии имени Петрова были рекомендации по совладанию алгоритма саморегуляции в условиях напряжения. Там достаточно хорошо, наглядно представлены пункты. Вам нет нужды сейчас их внимательно изучать, а мне зачитывать, потому что на сайте вы можете это посмотреть. Наберите, пожалуйста, алгоритм саморегуляции и вы выйдете на вот эти прекрасно оформленные наши внутренние службы блоки, которые помогут вам саморегулироваться в ситуации сочетанной угрозы, в ситуации пандемии и основного заболевания и достаточно внятно помогут вам перейти на уровень рационализации, если необходимо принять решение. Присываю вас, как минимум, воспользоваться этим достаточно внятным руководством плодом нашей психологической службы и желаю вам всего хорошего. Хочу вам сказать, что большинство наших психологов в центре онкологии имени Петрова являются членами ассоциации некопсихологов северо-западного региона. И спасибо огромное вам за внимание. И если есть вопросы, я, конечно, с удовольствием на них отвечу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok